Автор проекта, архитектор из Харькова, Срублев Александр, фирма «Оса». И вот на стадии тех необходимых процедур были задействованы архитекторы, которые занимались, скажем так, лекализацией этого проекта. Проект пришел действительно в семье необходимых согласований. Что касается, давайте, наверное, начнем сначала от идеи, которая была заложена в реализацию этого проекта, а дальше мы уже про эти все согласования тоже скажем. Ну вот если вы, мы все жители Николаева, и помним, что было до этого. Было заведение общественного питания. Что, по сути, представляло это здание? Это трансформаторная подстанция, которая была углеплена вокруг грименными сооружениями, которые выходили фактически на уровне дороги. И зададим себе вопрос, хотели бы мы кушать трансформаторной подстанции? Я для себя отвечаю на этот вопрос, нет. Соответственно, когда и жизнь доказала несостоятельность этого объекта, в том виде, в котором он существовал. Вы знаете, что уже на протяжении нескольких лет объект не работал, он просто закрыт. Поэтому, когда инвесторы решили свою собственность распорядить целей и эффективно использовать, экономически обоснованно и экономически целесообразно. Ну, экологически в том числе. Значит, когда мы, когда объект проходил в стадии согласования, он, во-первых, прошел градостроительный совет, в состав которого входит 50% профессиональных архитекторов. В решение этого совета было рекомендовано его реализовать, но пройти историко-культурный, конструктивный совет при управлении культуры. И были предложения по проекту. Нельзя сказать, что этот проект, застывшая группа такая, которая вышла первоначально, он был более радикально, конструктивно выполнен. И было на протяжении всего процесса согласования, автором проекта, выносились изменения и объект, был, скажем так, предпринимал определенные изменения. Идея, которая была заложена в этот проект, заключалась в том, что у нас есть основной объект, то есть памятник архитектуры. И вот то, что мы должны будем получить на выходе, должно стать фоном для этого памятника архитектуры. Поэтому он выполнен в достаточно лакомичных формах. Мы неоднократно пытались аргументировать на всех вот этих вот собраниях о том, что наличие там башенок, украшательств безлишних, это будет идти в разрез и будет отвлекать от внимания от основного объекта, от памятника архитектуры. Поэтому еще раз подчеркиваю, что этот объект должен стать фоном для объекта, который у нас действительно является визитной карточкой города. Что касается после получения исходных данных, когда, собственно говоря, фирма, которая заключила договор с подрядчиком, мы проанализировали исходные данные. И вот то, что получилось, оно находится в рамках всех исходных данных. Всех тех документов, которые мы получили. Откуда мы знаем? Практически мы получили данные, нам это было выполнено, те требования, которые, в частности, в техническом условии пожарной, ну, скажем так, в направлении пожарной охраны было высказано о том, что проект получил железнодетонный каркас, что позволило войти в рамках, в рамках нормы разрыва внешнего существующим объекта и строящимся объекта. Кроме всего прочего, моя коллега Анна Анатольевна абсолютно верно заметила о том, что внешний вид, законодательство построено таким вот образом, чтобы защитить инвестора, который хочет получить объект, который будет удовлетворять его веку. Что касается внешнего объекта, нет человека, Бога. Второго после Бога, тот, который должен выглядеть так, а не иначе. Все пожелания, которые были высказаны на всех советах, на всех совещаниях, которые проводились в этом объекте, он по максимуму выполнен. Поэтому объект имеет именно такой внешний вид, который сейчас проявляется. Сказать о том, что этот объект, вот наш город очень часто объединяет в будкоградстве. Ну, вот, скажем так, этот объект несколько отличается от тех будок, которые находятся рядом. Если вы, ну вот так вы себе представляете будки, ну, не очень жалко. Олег, по-настоящему. По-настоящему слайде покажите. Да, ну, за тысячу.